Седина на висках от удажа. У Дмитрия Котлованова за плечами не ранец, а большой жизненный багаж. Последний раз он сидел за партой 20 лет назад, еще в 96-м. Если через год сдаст ЕГЭ, то почти в 40 лет тюменец наконец закончит школу. И в лучшем случае в 43-м вуз. У меня дочь учится во втором классе, и поэтому я понял, что без образования никуда. Сборщик мебели, он работает без сменщика, и начальство не всегда отпускает. Поэтому уроки дядя Дима иногда прогуливает. Но его никто не ругает. Здесь не бывает родительских собраний, в коридорах не хулиганят. Зато сессии пять раз в году, а уроки с утра до вечера. Вечернюю школу выбирают те, кто решил догнать паровоз жизни. Ранняя беременность, инвалидность, профессиональный спорт, музыкальные, цирковые, гастроли. Причина, по которой когда-то пришлось бросить школу, у каждого своя. Но сегодня они все взялись за ум. Цель одна – аттестат. Я живу в соседнем городе, приходится вставать в четыре утра. Сожусь на электричку, приезжаю до позднего вечера, возвращаюсь очень поздно, в десять. Но ничего, я считаю, что все во благо. Образование – это очень важно, особенно в нашем современном мире. Да и к тому же у меня маленький ребенок, и ему нужна умная мама. Виктория Домрачева ездит в школу из Елутровска, Наталья Гармова из Москвы, Ольга Малых из Успенки, Ишим, Ямал, Казахстан. Прописку здесь не спрашивают, учат всех бесплатно. За партами много бахтовиков и военнослужащих. Во второй вечерней школе в этом году за парты село более 500 учеников. Каждый пятый из них старше 25 лет. Первоклашек здесь не бывает, и зои труда в расписании нет, а за одной партой могут сидеть супруги и родители с детьми. И это главная примета школы для взрослых. Первое ощущение, когда они приходят, они немножечко стесняются, но потом они чувствуют, что они попали в свой коллектив, и я думаю, что им очень комфортно, они даже гордятся. Когда человек приходит 20-летним, 30-летним и дальше, выше возраста в школу, у него совсем другой интерес. Он совсем по-другому замотивирован, он точно знает, что ему нужно. Как результат такой мотивации высокий балл по ЕГЭ. Его фиксировали уже не раз. Например, по информатике у нас есть прецеденты, когда и по 98 баллов из 100 получали. Октябрь на носу, а окончательные списки классов не составлены. Но это нормально. В отличие от обычной, документы в вечернюю школу принимают круглый год. Анастасия Резаревич, Алексей Красных, Тюменское время.